Встретить Новый год на больничной койке или лежа дома с температурой. Перспектива, согласитесь, нерадужная. Чтобы главный зимний праздник не преподнес столь неприятных сюрпризов, необходимо внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Ведь заболеть сейчас совсем не сложно. Согласно последним данным, уровень заболеваемости среди взрослого населения в Щелковском районе превысил эпидемический порог на 95%. Иными словами, на данный момент болеют в два раза больше людей, чем в декабре прошлого года. Я призываю всех жителей Щелковского района ни в коем случае не приходить больными на новогодние елки, не приводить детей больных на новогодние елки, так как вы можете послужить источником заражения других детей. Меры по предотвращению распространения вируса гриппа и ОРВИ обсуждали на комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации. Только в нашем районе в период праздников пройдет около 200 массовых мероприятий. Рекомендации врачей при посещении различных утренников и елок использовать медицинские маски, а после мыть руки с мылом и промывать нос, чтобы уменьшить негативные воздействия на организм в период такого подъема вирусной инфекции. Если болезнь все же атаковала иммунитет, ни в коем случае не заниматься самолечением, а обращаться к врачу. Заболевания вирусной инфекцией зачастую приводят к осложнениям, которые выражаются в виде пневмонии. Вот в этом году у нас пневмония практически в два раза превышает заболеваемость 2015 года. Также на комиссии обсудили вопросы обеспечения пожарной безопасности жилищного фонда и пребывания людей на водных объектах в период праздничных мероприятий. Хотелось бы, чтобы все, что мы говорим на этих встречах, на этих конструктажальных комиссиях, неукоснительно соблюдалось и исполнялось в процессе нашей повседневной деятельности при проведении мероприятий. Поэтому я прошу всех без исключения в своем графике плотном, рождественских каникул, найти время и место, некоторые сегменты, элементы и моменты проведения этих праздников, за которые вы отвечаете, взять на особый контроль. Дарья Соснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».